Конечно, ну и зачем сейчас? Конечно, это общий. На минутку Игнатиевич сказала. Сидоровый застанет. Где минутка, там и две. Ну, две, хорошо. Засекает. Так. Понятно? О чем я сказала? Все, договорились? Да, конечно. Ну все. Картинки в этой Библии. Да, картинки в этой Библии. Сейчас мы какой-нибудь найдем рассказ. Англикирия в гостях сегодня. Так, христианство в Америке. Будем читать? Да. Сразу открылся у нас рассказ. Это журнал Тропинка. Его создают баптисты. Где-то они где-то на Кавказе создают. Полностью его добрые люди, верующие его оплачивают. А мы, когда его выписываем, мы платим только за то, что за пересылку по почте. И вот они уже много-много лет, эти журналы есть. Даже вот у некоторых старые подписки, эти журналы. И здесь есть христианские рассказы. Рассказы из истории христианства. Слушай, в два часа по полуночи, 12 октября 1492 года с борта каравеллы Пинта раздался пушечный выстрел. Это был матрос Родриго. Он увидел землю. Командующий экспедиции Христофор Колумб ликовал от счастья. О, поняли о чем речь, да? Я нет. Слышали такую фамилию Христофор Колумб? Конечно, кто не знает. Я не поняла о чем. Ну, сейчас все, значит, поймешь. Кто уже знает, тот догадался, какие это времена, да? Высадившись на берег, Колумб объявил новую землю собственностью Испании. Почему Испании? Потому что корабль был снаряжен, скорее всего, от испанского государства, да? И сам Христофор Колумб оттуда был. Какая страна приезжала на какой-нибудь остров, если впервые его открывали. И они сразу говорили все, ставили свой флаг и говорили, это собственность или королевы, или правителя той страны, которая приехала и нашла этот остров. И вот Колумб объявил это собственностью Испанию. Водрузил Кастильское знамя и вскоре встретился с местными жителями, которых назвал индейцами. Кто знает, почему он назвал их индейцами? Фрося знает. Так, еще кто? Ливия, Ксюша. Ксюша, почему индейцами он назвал? Приехал в Америку и называет их индейцами. Скажи, у меня самого интереса знаешь, что нет. Откуда ты это знаешь? Он думал, что это Индия. Правильно. Ведь все ездили, ехать и пытались найти дорогу и путь куда? В Индию. И кто помнит, как карта выглядит, да? И все ехали вот так вот, вокруг Африки очень долго. А Христофор Колумб решил с другой стороны заехать. Но он же не знал, что там еще целых две Америки на пути-то будут. Он хотел объехать вокруг и с этой стороны подъехать к Индии. Думал, что это вот новый путь будет. А он приехал, долго-долго ехал по Атлантическому океану от Испании. И приплыл, думал, это Индия. Увидел каких-то с красной кожей. Ну, кто это значит? Индейцы. И назвал их индейцами. Хотя они к Индии, они ее никогда не видели и не знали, где она, это Индия. В своем дневнике он записал, эти люди ни в чем не испытывали нужду. Они заботились о своих растениях, были искусными рыбаками, канаистами и пловцами. О чем растения? То есть занимались сельским хозяйством, то есть выращивали себе плоды. Все у них было в достатке. Канаисты, то есть канои делали лодочки, плавали, рыбачили. И хорошо плавали и были искусными рыбаками. То есть рыбу добывали. Они строили достаточно привлекательные жилища, содержали их в чистоте. У них было свободное время, чтобы заниматься игрой в мяч, танцы, музыка. То есть достаточно развитый народ был. Они жили в мире и дружбе. То есть это не дикари, которые там сидели где-то на деревьях. Да, улю-лю-лю. Они жили в мире и дружбе. И можно обратить в нашу святую веру. И из них получатся хорошие и искусные слуги. То есть они сразу решили, что мы тут будем хозяевами. Представляете, как у меня они сразу. Мы тут главные будем. А они будут нашими слугами. Я хотел сказать немного детям. Сейчас он зайдет туда. Затал все записать. Расскажите про общину. Чтобы дети, кто может, немножко тоже выступили. Что они получили от общины. Все, Владимир, выходи. Ну хорошо. Сегодня, видите, столы накрыты. Это день общины, день создания, когда официально зарегистрирована была. Вот мне кажется, почему-то Андрей. Вот он такой, помню, маленький был, черненький. Вот. Жена у него, двое детей. Вот они здесь вот жили. Здесь сейчас Загунова. О, где в Аманаде живет. И вот эти там, эти столы, вот он нам сделал. Это первый год, как в храм сюда переехали. Но это уже община давно существовала. Здесь община была общая. После того, как молились первые члены общины, они молились на квартиру Гнайкин, а потом вот тут вот, для этих столько места. Вот. Поняли? Ознакомились с краткой историей общины? А с фотографиями там в стене в коридоре. Кому интересно, вот после службы, когда уже покушаете, выйдите там, посмотрите. Там прям и документы есть, и фотографии, и история общины хорошо расписана. Кратко, но понятно. Вот напротив кофе-гарки, который стоит. Понятно? Посмотрите. Там, может быть, фотографию своих родителей увидите. А эта сестра сказала, что в книгах, где описываться, кто как обратился там, тоже интересно было почитать. А, в 15-м томе? 16-й. В 15-м и 16-м двух томах. Есть... Вот в томах, вы знаете, тут уже в 15-м и 16-м. Вот этот и 20-й. Вот 16-й. Коричневый, да, да. Вот 15-м. Это черный и коричневый. В них есть очень многие писали, как они пришли к Богу. Кто-то кратко написал, кто-то подробно, намного листово. И вы можете найти маму, папу, почитать, как вот они к Богу обратились. Может, они вам не все рассказывали, а там вот подробно. В каком году, от кого услышали, что о Боге услышали, от кого услышали об общине. Может быть, об общине и о Боге услышали одновременно. Пришли в общине и услышали здесь о Боге. То есть, у всех разных пути. Кто-то с детства был верующий. И так далее. В 15-м и 16-м томе. Там все ездят. Слышишь? И в России, и ваша мама есть. Может быть, даже папа, я не знаю, писала. Но глухонимые тоже писали. Китва, я помню, писала. Ну, понимаю. Так что, почитайте, интересно кто как услышал. Все. Понятно, да? А испанцы? Вот он, испанец. Приехали, они думали, что это Индия, да? Открыли Америку. А какой веры были испанцы? Ну, они христианство туда, конечно, принесли. Но они кто были, испанцы? Католики, да. Ну, Европа, она католическая, да? В Европе очень мало стран, где есть православие. Это вот, кто знает, самая главная страна, где православие до сих пор. Ну, Россия, ну, если Западную Европу взять, вот эти, где много мелких стран. Греция. Греция, правильно, Греция, вот официальная рефлекция, православная. Там очень много различных разновидностей, так скажем, православия. Соростильная, новостильная, ну, как вот у нас, торопятся, но это все православное. Вот. А остальные страны, почти все католические, есть еще несколько стран протестантские, Англия, Амгликанская вера. Но это все разновидности тоже христианства. И вот он тоже решил, что вот он их, этих индейцев, обратит в христианство. Что, ну, не он обратит, а что нужно будет их тоже к вере христианской. А это разве католики или нет? Ну, католики это христиане или не христиане? Христиане. Самое что ни на есть христиане. Они же во Христа верят. Они же в Уфимане. Основные направления христианства, самые такие многочисленные, какие? Сапельцы. Это на часах поют. Православие, католицизм, протестантизм, понятно? И много-много-много разных там еще вот таких, но они в основном все протестанты, типа баптисты, все это тоже, это же христиане. Это все христиане. Вернувшись в Европу, Колумб собрал вторую экспедицию, более двух тысяч человек. Кроме моряков, с ними поплыли монахи, священники и чиновники, которые будут организовывать быт. Ну, и, наверное, воины, солдаты. Так через год началось покорение нового света. Рыцарей на могучих конях, закованных в железо с огнестрельным оружием в руках, которые местные туземцы даже не знали, стали называть конкистадорами, то есть участниками конкисты. Конкисты, то есть завоевание Америки. А вот помните мультик мы про лошадку смотрели, спили, да? И там вот идет завоевание Америки. Там был индейец, да? Они не покорялись, они воевали. И приходили эти конкистадоры с оружием, которого у индейцев, естественно, не было. Ну, у них были луки, копья, там, эти, лассо или кто вот эти, да? А у этих был пистолет. Все. Какой там лук, какая стрела, когда есть огнестрельное оружие. Естественно, они их со временем очень жестоко достаточно там шло завоевание. Много рассказов есть из художественной литературы, которая описывает, как вот там все это шло. И они их завоевывали. Сестра, можно? А? Тут главный вопрос надо поставить. Правильно ли они это делали? Вот католики, когда приходили, завоевывали стражины. Именно таким образом. Приносят ли веру таким образом? Проповедуют или ее? Вопрос надо поставить. Согласно Слову Божию, Евангелие. Кто может ответить? Христос учил нас вот так вот обращать к вере людей? Нет. С помощью. Ну, а у католиков такая была вот, так сказать, метод у них такой был. Очень много было. У них организовано крестовых походов и так далее. В экспедиции, которая приехала с Христофором Колумба, было немало истинных христиан, которые хотели, чтобы местные жители узнали о Христе, но еще больше было авантюристов, грабителей, которые мечтали легко нажиться на местных жителях. Именно поэтому конкиста превратилась в варварскую войну с индейцами. Это было, их просто убивали, уничтожали. Это большинство населения было убито, перебито, а остальные были действительно на уровне слух. И хотя монахи организовывали сельскохозяйственные общины, учили местных жителей ремеслу, наукам, то есть там читать, писать. И проповедовали, им очень часто шло сопротивление, потому что земцы не хотели своего порабощения. Голос церкви был очень слаб. То есть искренних людей, которые именно ради проповеди Христа и обращения этих людей, чтобы они не умерли без Христа, не приняв Христа, было очень мало. А в основном шло насилие такое, их обворовывали, потому что у них были там золотые украшения, и из них делали слуг. Пока в 1517 году по настоянию епископа Бартоломе де ла Касаса, который был горячий защитник индейцев, император Карлу V, это император Испании, предоставил всем индейцам личную свободу, хотя при этом несколько миллионов человек уже на тот момент было варварски убито. Их просто завоеватели, которые приплывали из Западной Европы, они их просто не считали за людей. Развитие церковной жизни в Северной Америке происходило в основном благодаря религиозным беженцам из Европы. И в августе 1620 года, то есть спустя уже почти 200 лет, ну не 200, больше 100 лет, около 100 колонистов, известных как отцы пилигримы, отправились на корабле Mayflower, по-английски это майский цветок Mayflower, к берегам Америки. Путешествие через океан продолжалось два месяца, было очень тяжело. Наконец колонисты высадились в Плимуте, город такой, местечко Плимут. Это были пуритане, последователи кальвинизма в Англии, которые выступали за углубление реформации. Ну, если... Церковная реформация. Да, изучали реформацию, это вот реформы, которые были введены в католическую церковь по инициативе Мартина Лютера. Это реформация шла в католической церкви. И вот эти пуритане были последователи этой реформации, то есть видоизменения церкви. По рождением чего появился протестантизм и англиканская церковь в Англии. В Англии их преследовали как иритиков, но своим мужеством, благочестим они оказали огромное влияние на формирование американской нации. И в течение всего 17 века в Америку переселялись не только религиозные беженцы, но и авантюристы, которые искали приключения. Все, потом мы продолжим, чем все это закончилось. И интересно, какая все-таки церковь появилась потом в Америке? Да? Из вот этой смеси и католиков, и пуританы, и так далее. Мы чехоньки заходим, все. Палюшка, пойдем прям. Палюшка, пойдем прям. Палюшка, пойдем прям. Моряй, милостыни Господь, и судьбу всем обидимым Сказал пути своей, Моряй, силы, Сыновым израилем, и ухотенье свое Щедрый милостын Господь, Долго терпелив и многомилостив Не до конца правне бойца, Ни живет граждует Ни по беззакониям нашим сотворил ясном Ни же по грехам нашим воздал ясном Яков по высоте небесной от земли Будет делать Господь милость свою, новоящийся Его И мы, кто ставит восторцы от Запад Удаляется от нас беззакония наша Яков по щедрит отец сыны Пусть щедрит Господь боящийся Его Яков, вот от вас на создание наше Памяну я по перспективе смыть Человек, яков трава дни его Яков священник так вот цветит Яков по ходу против неба не будет И не познает тому место своего Милостын Господь не от века и до века На боящихся Его И правда Его На сцене сынов хранящих завет Его И помнищих заповед Его Творите я Господь На небесе уготово пристал свой И царство Его всеми обладает Благословите Господа всеми Его Силей крепостью и творящие Слава Его Услышите глаз славец Его Благословите Господа все силы Его Слуги Его творящие волю Его Благословите Господа все дела Его На всяком месте воды и честь Своего Слава Отцу и Сына и Святому Духу И ныне и пресной во веки веков Аминь Благослови Душа моя Господа И вся внутренняя моя Имя Святое Его Благослови И си Господи Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Благослови Сыну и Святому Духу, моли, Душа моя, Господа, Господа, Господи, Господи, в животе моя, Пою Богу моему, донди же есть, не надейтеся на князя нас, Сыны человеческие, в них же не...